Девушки отдыхают Причём прямо из первых рук, от самих разработчиков. Само собой, не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам понравится увиденное. Нашим ребятам такое очень приятно. Ключ на старт! Успели обкатать левины из прошлого выпуска? Славно, потому что у нас на очереди новая линейка пользовательских крафтов совсем иного толка. На момент съёмки под этим названием числятся четыре машины холодного белого цвета. Самая скромная сборка достигает двух с половиной тысяч очков мощи. Разбирать её подробно нет смысла. Оружие исключительно контактное, быстро уничтожается в бою, а после этого момента бронемобиль становится полностью бесполезным. Модуль «Хамелеон» лишь немного улучшает ситуацию. Перед нами либо проба пера, либо арткрафт. Второй бронемобиль выглядит... необычно. Кабина WWT-1, топливный бак, расширенный бойзапас, мандрагора — всё объяснимо. Кроме этого каскада из труб сзади. Настоящее назначение которого опытные игроки, конечно же, уже вычислили. Благодаря штанге FarmLines получает расширенный угол обзора. Игровая камера фиксируется так, чтобы весь автомобиль попадал в поле видимости. Подлетая над картой, она даёт игроку увидеть больше пространства и атаковать врагов с выигрышного ракурса. Тактический шпиль, вероятно, мог быть и длиннее, если бы с ним машина могла физически покинуть гараж. Изобретательность можно похвалить, но подобный крафт выдержит разве что тест-драйв со статичными врагами или тренировку с ботами. FarmLines не предназначен для ближнего боя. Кабина ничем не защищена, а единственная пушка на борту — дистанционная. При этом отсидеться в стороне не получится. Шпиль выдаёт машину похлеще любого радара. Быстрый крафт снесёт трубы за несколько секунд, а всю машину — за минуту. Но что, если избавиться от башни? Радиус действия мандрагоры, как и вероятность более точного попадания, снижаются. Зато транспорт уже можно припрятать в кустах и за счёт этого продержаться подольше. Наши механики советуют думать в направлении защиты. На иные ухищрения в пустошах всегда найдётся противодействие. Третья вариация FarmLines самая внушительная. Почти на 10 тысяч очков мощи. Башня осталась на месте. Количество мандрагор удвоилось. Дополнительные модули пополнились генератором Аполлон и двигателем Жесткач. Логичное решение, чтобы выйти в ноль по энергии и при этом не потерять много скорости. Ускорение просело, но это допустимо. При идеальном сценарии резко срываться с места не потребуется. Кабину объяснимо пришлось проапгрейдить до кванта. Приятным бонусом появился декор в виде клоуна. Финальный крафт в линейке существенно отличается форм-фактором и способом передвижения. Продолговатая сборка на Виверне с четырьмя укреплёнными гусеницами. Две башенные пушки «Малыш», между которыми находится «Уточка» на 3% дополнительной репутации. Похоже, помещать её поблизости к вооружению становится среди выживших трендов. На фоне своих братьев крафт получился обычным. Транспорт подвижный, уверенно поворачивает, наносит средний урон. Если стрелять в бок, то отдача слегка раскачивает корпус. Больше отметить и нечего. Неплохой выбор для игроков, недавно начавших свой путь в пустоши. Линейка «Фармлайнс» неоднозначна. Это достойные бронемобили, которые невозможно рекомендовать без заговорок. Порой серьёзные. А вот конструкторские решения затейливые. Думается нам, автора ждёт яркое будущее. Оценка 3 из 5. Выжившие, мы представляем вам третью часть советов по сборке от наших мастеров из оружейной. Многим из вас она поможет получить ответы на вопросы, которые мы постоянно видим в комментариях и на форумах. Первое. Не пренебрегайте декором. Многие думают, что это баловство для опытных игроков, уже установивших всё остальное. Всё не так. Больше всего в украшениях нуждаются среднеуровневые игроки в процессе прокачки. Как и любая деталь, декор бывает разной редкости. Белый даёт 1% к репутации, синий — 2%, фиолетовый — 3%, жёлтый — 4%. Реликтовых украшений в «Кроссаут» пока нет. Ограничений по количеству украшений нет. Сперва ставьте кабину, раму, оружие и модули, а после — столько декора, сколько получится. Эффекты складываются, и вознаграждение может выйти ощутимым. В недавних тест-драйвах рассматривались декорированные машины с 25-процентными бонусами. А крафты с флагами фракции могут получать и в полтора раза больше опыта. Важная ремарка — отстрелянные во время боя украшения не повлияют на итоговые зачисления наград. Удобно, не правда ли? Второе — прокачивайтесь у фракций, чтобы получать больше разных деталей. Это того стоит. Повышение репутации в группировках постепенно увеличивает количество и разнообразие доступных запчастей. Стоит помнить об этом. Частенько выжившие не могут найти скрытые за прокачкой детали и функции. Чтобы точно представлять будущую награду, обращайте внимание на уровень фракции. В соответствующем разделе при выборе группировки в левой части экрана будут отображаться список производства и доступные награды. Верхняя строка — новые чертежи, а нижняя — поощрение за каждый полученный уровень. Здесь же можно оценить, когда и что будет разблокировано. К примеру, доступ к новым деталям конструкции постепенно открывается при прокачке у механиков. У них же на втором уровне лояльности разблокируется внутриигровой чат. Так просто, а вопросы одни из самых распространённых. До десятого уровня получать поощрение можно только от механиков. После получится примкнуть к скитальцам, мусорщикам или бешеным. Десятый уровень у мусорщиков даёт доступ к степным волкам. Аналогичная лояльность у скитальцев разблокирует детей рассвета. При этом покинуть ряды механиков нельзя, а значит, появляется возможность прокачивать две фракции одновременно для получения наибольшего количества призов. Благо переключаться между группировками разрешается раз в сутки, а первые уровни всегда несложные. Постарайтесь прокачать каждую из фракций примерно до пятого уровня. Третье. Аккуратней с топливной бочкой. Большие недопонимания вызывают пополнение бензина, необходимого для ПВЕ заездов. Его запас восполняется раз в сутки, но процесс можно ускорить. Вам понадобятся бочка или бак. Обе таких, установленных на машину ёмкости, дадут вам максимум 15 единиц бензина в конце успешного боя. Желательно спрятать цистерны дальше и глубже, поскольку при взрыве они нанесут от 450 до 900 единиц урона, да и желательный ресурс зачислен не будет. Четвёртое. Некоторые модули не требуют энергии. Используйте их чаще. В мире кроссаут есть детали, которые не расходуют энергию при сборке машины. Среди самых распространённых — двигатели чёткий и жесткач, радар мощный, боезапас, ховер и кар и другие. Как правило, польза от них окупает дополнительно зачисленные на крафт очки, структуры и мощи. Если на складе есть такие детали, чаще экспериментируйте. Пятое. Вы должны досконально знать принципы работы оружия. Оружие — важнейшая часть крафта. В нём надо быть уверенным на все сто. Не надо сразу рваться на новой машине в бой. Детально изучите поведение на тест-драйве и в новом режиме тренировки. Всегда надо помнить, что у обычных пушек ограничен угол обзора по вертикали. Автоматические аналоги очень медленно поворачивают. Башенные орудия дают существенную отдачу. Оси вращения пулемётов могут накладываться друг на друга при кучном креплении. Дробовики бесполезны на дальних дистанциях. Таких примеров много. Оружие, выбранное по внешнему виду или числовым характеристикам, может оказаться неподходящим для вашего стиля игры или конкретного крафта. Лучше узнать об этом заранее, а не посреди серьёзной битвы. Идеи для оружия Гарпун с частичным функционалом арбалета и пушка, стреляющая коктейлями Молотова. Как вам? Мы уже работаем над прототипом Гарпуна. Что касается второй идеи, то в Кроссаут уже есть подобное оружие под названием «Дикобраз». Необходимость похожей пушки сейчас вызывает сомнения, но мы обсудим все возможности внутри команды. Что по поводу режима захвата флага, в котором надо пробиваться к вражеской базе, захватывать там трофей и нести его обратно к себе? Мы думали над подобным режимом, но пока отложили его в пользу других. Следите за новостями. Может ли эпидемия повториться? Мы надеемся, что выжившие усвоили урок и будут осторожнее. Но возможно всё. На этом всё. Сражайтесь, тренируйтесь, конструируйте и торгуйте. Ну а увидимся традиционно через неделю здесь же, в нашем гараже. Рассказывайте друзьям, если вам понравилось наше шоу. И оставляйте комментарии под видео. Мы всегда готовы выслушать вас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова